Умеренный перфекционист и апологет народного творчества, руководитель посадского хора русской песни «Рябинушка» Ирина Манягина отмечает двойной юбилей, жизненный и профессиональный. Ирина Манягина возглавляет «Рябинушку» три десятка лет, самому хору больше полувека. Аккомпанирует на балалайке и фортепиано. Терпеливо объясняет, но может и прикрикнуть, правда не зло. Ирина Манягина признается, что никогда не изменит русской песне, равнение на хор Пятницкого. На высокую ноту откройте челюсть, немножечко ее бросьте. А то там... и конечно будет фальшиво. Вы убежденные перфекционисты? Ой, отнюдь. Мне как раз кажется, что я не довожу все до совершенства, бросаю. Как говорится, лучше враг хорошего. Потому что я же занимаюсь любителями. Из них никто практически не знает нот. Стараюсь воздействовать на них, да, чтобы не фальшивили. Ну, в основном, конечно, это все только шутки. А в основном тренируемся, тренируемся и тренируемся. Конечно, волнение всегда, когда мы поем, она иногда и ругается, строго и очень. Хочет, чтобы мы очень хорошо пели, чтобы правильно пели. С ней очень приятно работать. Она очень творческая в работе. Она старается придумать что-то. Ирина Манягина окончила Иркутское музыкальное училище по классу академического пения. Затем поступила в Ленинградский институт культуры, где влюбилась в пение народное. После института пришла в Рябинушку. Хор специализировался на исполнении советской песни, которая в 80-х годах, разумеется, была в тренде. Новый руководитель запел по-новому. Мне удалось как-то их переформатировать, мой дорогой хор, переубедить, потому что скучно было возобновлять то, что пелось до меня 15-20 лет. Как-то мне удалось это, содержав в порядке репертуар, внедрить любовь к народной песне. Она пришла к нам совсем молоденькой девочкой после училища. Где-то она в Ленинграде, что ли, училась. Она очень болеет душой за наши пения, она выкладывается вся полностью. Мало того, что она хорошо поет, нам преподает, она же ведь еще у нас и сочиняет сама. Вы знаете, она такие романсы сочиняет, которые мы их поем. В репертуаре хора более полусотни произведений. И репертуар Ирина Манягина постоянно обновляет. В голове опять признается, все время крутится пластинка с русскими песнями. Вроде бы и хочется иногда выключить внутренний граммофон, да уже не получается. Творческая мечта только одна, чтобы все было хорошо, чтобы интерес не угасал ни у государства к народному творчеству, чтобы во дворце всегда была стабильность. Она ведь и творческая мечта, и как бы не творческая. Потому что когда, помните, песня была такая, когда поют солдаты, спокойно дети спят. И когда все люди поют, значит на земле мир, покой и благоденствие, и здоровье. То есть ты творчество не отделяете от жизни? Никак невозможно отделить, потому что если жизнь сложилась словно песня, значит песня сложена про жизнь. Хор, базирующийся в ДК Гагарина, наращивает темпы. Если раньше песню могли разучивать три месяца, то сейчас хватает трех занятий, около недели. Рябинушку неоднократно отмечали на районных и областных фестивалях. Сегодня хористы репетируют выступление на Масленицу. Желание Ирины Манягиной, чтобы выступление прошло как по маслу. Евгений Самсунов, Михаил Кирсанов. Программа События.